Привет всем! Вы на канале Валари Лайф. Сегодня я вам покажу, как заплести псевдо-французскую косу. Эта прическа идеально подойдет не только обладательницам длинных и густых волос, а также для тех, у кого волосы средней длины или до средней длины не дотягивает, но и короткими их уже не назовешь. Так что всем, кому интересно, в чем же секрет этой прически, оставайтесь смотреть. Как всегда, нам понадобится расческа или любимая щетка и много-много вот таких одноразовых резиночек. Нужно очень хорошо расчесать волосы, чтобы не было никаких узелков и запутанностей, потому что тогда нам будет неудобно разделять волосы и получатся некрасивые пряди. Я делаю сразу две косы. Не так удобно, но вы можете сделать и боковую косу. У меня просто не все волосы идеально достают до вот этого бока, и они начинают здесь вылазить. Поэтому другого выхода нет, как разделить волосы на две части. И я не делю их на идеальный пробор, просто разделяю примерно пополам. Еще раз расчесываю очень хорошо волосы. И начинаю с того, что я делаю небольшой хвостик у основания пробора. Я делила прядь, хорошо ее еще раз расчесала и делаю хвостик, при этом сильно его не затягиваю. Вот, видите? То же самое я делаю прядь волос, небольшую. И делаю хвостик, не затягивая его у основания, просто вот такой. Нам важно, главное, зафиксировать волосы. Мы берем наш первый хвостик, разделяем его ровно пополам и заводим с двух сторон нашего нижнего хвостика, при этом прихватываем прядь с общей массой волос. Фиксируем все резинкой. Очень важно, чтобы хвостики не путались, потому что я сейчас столкнулась с тем, что не могу зафиксировать резинкой, добавляются волосы из верхнего хвостика. Зафиксировала. Все то же самое мы проделываем. Мы берем верхний хвостик, делим его на две ровные части, заводим за нижний и подбираем волосы с общей массой волос. Фиксируем все резинкой. Теперь необходимо распушить наши хвостики, чтобы они были максимально ажурными. Проделываем все то же самое. Мы берем наш верхний хвостик, делим на две пряди, заводим под нижний, прихватываем прядку с общей массой волос и фиксируем резинкой. Эта прическа идеально подойдет для глубой длины, потому что вы не плетете косу. У вас все держится на резиночках. Даже самые короткие волосы можно выложить в красивую ажурную косу. И так до самого конца. Разделили пополам, взяли прядь из общей массы волос, завели под нижний хвостик, зафиксировали резинкой. Не забудьте растягивать ваши прядки, тем самым добавляя ажурности в вашей прическе. Редактор субтитров А.Семкин субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Когда все волосы закончились, мы теперь прорабатываем только два хвостика. по тому же алгоритму. Разделили пополам, зафиксировали резинкой, вытянули прядки. И так до тех пор, пока вы не считаете нужным остановиться. Вы можете уже и на этой стадии остановиться, но если вы хотите долести до конца, то продолжайте в том же духе. Разделили. Нужно плести до тех пор, пока можно растягивать прядки. Если прядки уже не растягиваются, останавливайте плетение, потому что коса потеряет свою анжур, ажурность уже будет совсем по-другому выглядеть. Все, последняя прядка фиксируем. Фиксируем. Растягиваем наши прядки, не забывая про ажурность. И в самом конце фиксируем сразу вместе два хвостика. Вот, что у нас получилось. Несмотря на то, что коса очень ажурная, она будет хорошо держаться только потому, что она вся зафиксирована резинками. И даже если у вас волосы попали в рот. И даже если у вас стрижка типа каскад, то есть рваная, то благодаря вот этой технологии плетения, назовем это так, вы будете иметь ажурную, длинную, объемную косу. Все то же самое я проделываю со второй стороной. Тщательно расчесываю. Отделяю первую прядь у основания пробора. Фиксирую резинкой, не затягивая хвостик. Примерно стараюсь зафиксировать на том же уровне, что и первая коса. А там как получится. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Ну вот смотрите, что из этого вышло. Если честно, я не очень люблю ажурные косы, потому что они высмыкиваются и к концу дня ты выглядишь лохматой. Но эта коса, точнее плюс этой косы заключается в том, что она полностью зафиксирована резинками и продержится отлично до самого конца вашего рабочего, ну или просто дня. Ну вот и все. Если вам понравилось, то ставьте пальчики вверх и подписывайтесь на мой канал. А я с вами прощаюсь и до следующих видео. Пока! Пока!